МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Днем минус 2, плюс 3. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкеске ночью минус 4, минус 6. Днем 8, 10 градусов тепла. Каковы результаты работы органов прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства? И каковы актуальные направления прокурорской деятельности в этой сфере, определенные Генеральной прокуратурой России? На эти вопросы в эти минуты в нашей студии мои соведущие Белли Джозаевой, ответит помощник прокурора республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Руслан Адзинов. Доброе утро всем. Доброе утро, Руслан Мухарбевич. Здравствуйте. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. А сегодня мы поговорим о такой важной и нужной теме, как работа в антикоррупционной сфере. Вот хотелось бы у вас спросить о результатах работы за 2019 год органов прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства. В прошлом году нами продолжилась работа по предупреждению, пресечению, выявлению коррупционных нарушений, привлечению виновных к ответственности и возмещению ущерба. Всего за 2019 год органами прокуратуры выявлено свыше 4000 нарушений законодательства противодействия коррупции. Для их устранения было принято свыше 1300 актов прокурорского реагирования. За нарушение антикоррупционного законодательства привлечены 628 должностных лиц дисциплинарной ответственности и 71 должностное юридическое лицо к административной ответственности. Следственными органами республики по материалам прокуроров возбуждено 31 уголовное дело коррупционной направленности. Работа по предупреждению коррупции в первую очередь связана с ее профилактикой. Нами особое внимание уделяется реализации государственных и муниципальных программ в сфере противодействия коррупции, их финансированию, достижению поставленных целей. Руслан, хотелось бы у вас спросить о самых актуальных направлениях прокурорской деятельности в указанной сфере определенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Какие основные направления, главные? Вы правильно сказали. Генеральная прокуратура определяет наши главные направления деятельности. Они определены приказом Генерального прокурора о реализации, об исполнении национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Это постоянный надзор за соблюдением законов о противодействии коррупции, соблюдением установленных обязанностей, запретов, ограничений. Особое внимание будет уделяться мерам, принимаемым по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, соблюдением законодательства о контроле за соответственным расходом лиц, замещающих государственные должности и их доходом. Проверки будут проводиться в таких коррупционно-опасных сферах, как управление государственной собственностью, закупки, государственный контроль, оказание услуг, ЖКХ, образование, социальная защита. Все самое главное. Особое внимание будет уделяться расходованию бюджетных средств, в том числе при реализации национальных проектов. Также приоритетом направления нашей работы является пресечение и выявление фактов взяточничества. Отдельно хочу отметить, что 75% преступлений в сфере взяточничества касаются именно дачи взяток. Вместе с тем, ответственность за дачу взятки такая же суровая, как и за получение взятки. Предусматривает ответственность до лишения заботы до 15 лет. Ну что ж, я благодарю вас за полную информацию. Я желаю вам успеха в работе. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Следующий выпуск вести в 11.25 с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Субтитры предоставил DimaTorzok Лови. 91,2. Наша волна. Субтитры предоставил DimaTorzok